Парк Лага под Каменском известен на всю страну. Это частный инвестпроект, а по решению губернатора к парку построят отдельную дорогу и парковку. Людям нужно создать комфорт в ощущениях, дать возможность это увидеть быстро и легко. И как только он попадает в эту атмосферу, он должен понять, это его захватывает. Вот так должны поступать в каждом муниципалитете, друзья. У нас почти у каждого из здесь присутствующих есть такие места, есть такие территории, есть такая история. И эту историю нужно вернуть людям, показать, если этого не было сделано раньше. Комфорт и проезд к интересным местам – это половина дела. Вторая часть успеха – грамотный современный пиар. Для гостей Мундиаля разработаны буклеты о традициях казаков, путеводители по винным и гастрономическим маршрутам. И даже список тостов прилагается. Затворное, за то, что все-таки сумел выехать. Коню в морду, конь шарахался, наездник не падал, отпускали домой. Вот они посмотрят, сейчас очень много публикуются на разные материалы, что с русскими очень опасно, сложно. Если они это почитают, скажут, что с казаками еще больше опасно. И так далее. Ну, это шутки, конечно, и тем не менее, вот такие материалы надо сделать максимально доступными. Для продвижения региона разработана новая визуальная концепция. Мы просто посмотрели, сколько в том или ином регионе, например, степей, песков, рек, озер. И, соответственно, каждому присвоили цвет. Степь желтый, темно-синяя река, голубой море. У каждого города или района получается своя цветовая гамма. 25 муниципалитетов уже используют ее в продвижении. В прошлом году Ростовская область приняла больше миллиона туристов. 100 тысяч человек побывали в шолоховских местах. Детство писателя прошло на мельнице казака Тимофея Каргина. На реконструкцию подворья ушло 10 лет. Этот комплекс, он был в свое время создан настолько удобно для нынешнего его использования. Прямо за нами сейчас находится гостиница. Поэтому она и была таковой во времена купца Каргина, который организовал это все. Правда, тогда она называлась заводческая. Ну, заводчик, человек, который привез на помол зерно, он имел возможность там проживать. В прошлом году восстановили «Синематограф-идеал» начала 20 века. Он был вторым в области войска Донского. Те же фильмы можно посмотреть и сейчас. Каргинская мельница в Тихом Доне стала мельницей купца Мохова. В романе Шолохова описывается казнь Федора Подтелкова и Михаила Кривошлыкова и всего его отряда в хуторе Подомарев. На месте гибели красных казаков стоит памятник. Я еще застал тех жителей хутора Подомарева. Вот 1901 года были, в 893 очевидцы были всего этого происходящего здесь. Вот они рассказывали. Ну, в то время, видите, жизнь была другая, они были как герои. Ну, а сейчас, я считаю, это осталась история наша и каждый по всякому суть. На личном приеме казак обратился к губернатору с просьбой отреставрировать памятник. Работы провели. Василий Голубев возложил цветы к могилам казаков и погибших в Великую Отечественную. Сегодня сюда есть возможность привезти и людей, и детей и сказать, что вот это было. Так что я не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что мы должны сохранять памятники и на этом учить наших детей. И на этом строить свое будущее. Памятник Подтелкову и Кривошлыкову может быть включен в состав Государственного музея-заповедника Шолохова. Боря Индрикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Боковские и Кошарские районы.